Всем привет! В этом видеоуроке я поделюсь одним из своих вариантов подготовки и формирования файлов для отправки на отбор фото. Также я покажу, как систематизировать обработку в программе Adobe Photoshop, и как отобрать файлы на книжку, и как собрать ее, собственно говоря, в Photoshop с темплетами, которые я потом вам дам. То есть вы сможете их скачать. Итак, перед нами вся съемка, которая была сделана. Видите, она достаточно ровно сфотографирована. Я никогда не выбираю файлы и не отбираю самые лучшие. То есть, в принципе, съемка всегда проходит в одном потоке. Но если я знаю, что где-то у меня очень сильно нерезкий кадр или вот пустой такой кадр, такие фотографии я сразу удалю. Следующий момент. Я отправляю все, без исключения, снимки родителям. Как я это делаю? То есть, естественно, если я отправлю, то есть конвертирую их из Lightroom в таком качестве, в котором они сейчас есть, пусть даже немножко уменьшу, там до 800 пикселей по длинной стороне, может до 900, все равно есть шанс, что человек сможет их сохранить и себе где-нибудь распечатать. То есть, никто этого не хочет, поэтому очень много файлов делается с большими надписями, не копировать, только для предпросмотра. То есть, это мы защищаем свой продукт. То есть, клиент, когда получает такой файл, он четко видит, что фотограф боится, что у него что-то заберут, не оплатив. Вот. У меня есть такой вариант отправки. То есть, я беру все файлы, видите, я их выделяю. То есть, я сейчас выделю все файлы, которые есть. И я конвертирую их в JPEG, но с определенными настройками. Я поставлю JPEG, но качество будет 50. Resize до 900 на 600, но пикселей будет 72. И следующий вариант, я поставлю логотип. Логотип вы можете сами создать и потом его добавить на свою фотографию. То есть, вот в этой части экспортного меню. Все. И я нажимаю экспорт. Файлы у меня уже экспортированы все, поэтому я покажу, как они выглядят, в каком варианте они приходят в папочку для PDF. Вот они. Вот они все фотографии. Естественно, в таком варианте я их посылать не буду. Это тот вариант, про который я говорила. Сейчас у меня каждый снимок идет, он, видите, развернут с логотипом. Я сформирую все фотографии в один документ. Как я это сделаю? Я запущу программу Adobe Acrobat Pro. Здесь есть вкладочка Combine Files into PDF. Нажимаем и добавляем все наши файлы, которые мы только что конвертировали в Lightroom. Вот они все. И пишу Open. Вот они у меня все появились здесь. И нажимаю Combine Files. Все мои файлы теперь собираются в один большой документ. То есть это не будут индивидуальные фотографии, это будет один файл. То есть, представляете, когда клиент получает кучу отдельных снимков, ему достаточно сложно будет пройтись по каждой фотографии. Здесь же оно открывается одним файлом, очень комфортно. Человек просто лисает вниз пальцем и просматривает фотографии. Я поставлю Cancel, потому что у меня уже файл готов. Я его подготовила. Вот он как выглядит. Вот они все фотографии в одном файле. Вот они идут. То есть я сейчас просто мышкой листаю вниз. Первым файлом к такому документу можно поставить вашу инструкцию, чтобы когда родители получили такой документ, они знали, как выбирать. Например, то, что номер файла находится в левом верхнем углу. Это количество говорит о том, сколько фотографий всего получено. 198. Это номер файла 26. Кстати, не забудьте, перед тем, как вы конвертируете файлы, обязательно переименуйте все фотографии в Lightroom, чтобы они у вас были не 98, 99, ну, как бывает, камера, она отсчитывает, а поставьте 1, 2, 3, 4, то есть 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3, чтобы впоследствии, когда вам родители пришлют отобранные ими фотографии, вы с легкостью могли найти в Lightroom. Вот такой файл с заглавной фотографией, на которой полностью даны все инструкции родителям по отбору фотографий, я отправляю. После того, как мне приходят номера, то есть те фотографии, которые родители выбрали, я возвращаюсь в Lightroom и отмечаю все выбранные фотографии желтенькой рамочкой. Только после этого у меня фотографии проходят обработку. Вот их все видно, они, в принципе, все в одной цветовой гамме. Здесь я уже, естественно, экспортирую фотографии в полном разрешении, чтобы они были красивые, с достойным качеством. После того, как я экспортировала, я открываю программу Photoshop и приступаю к обработке. Обрабатывать мы сейчас не будем, я покажу принцип, по которому я работаю. Итак, я обязательно увеличиваю фотографии и делаю анализ всего отснятого материала. Сейчас вы видите, естественно, уже обработанные снимки. Но прежде чем я обработала, я сделала следующее. Я сразу оценила, сколько у меня фотографий, например, на светлом фоне. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Просматриваю дальше. Девять. Девять фотографий у меня на светлом фоне. Я открываю эти девять фотографий. Первое, что я делаю, это коррекцию кожи. То есть убираю какие-то шелушинки, если мне хочется, убрать какие-то царапинки, если есть на лице. То есть делаю полностью ретушь фотографии. Например, где-то ликвафаем что-то подтягиваю. Почему я делаю именно так? Если вы откроете одну фотографию от ра и обработаете ее от начала до конца, то есть первый этап обычно у нас ретушь. Последний этап у нас идет цветокоррекция. То есть, представляете, вы полностью сделали фотографию, переходите на следующую, опять делаете ретушь. То есть, если у вас ретуши очень много, то вот этот блок цветокоррекции, который вы сделали, вы можете просто его забыть, если, естественно, вы его не записали себе где-то на листочке. Поэтому идеальным вариантом сначала сделать полностью ретушь кожи, поработать ликвафаем, подровнять фон, если такое требуется, и только потом приступить к цветокоррекции. Итак, представим, что все фотографии в цветовой гамме светлой у меня обработаны. То есть, цветокоррекция, вернее, обработка кожи уже готова. После этого я беру один снимок, вот этот, например, и приступаю к цветокоррекции. Все шаги, которые я делаю, я записываю. Независимо, нравится они мне или не нравятся. То есть, я все записала, смотрю на конечный результат. Если конечный результат меня устраивает, я создаю экшен по обработке такой фотографии. Следующий этап, я запускаю все похожие фотографии и накладываю на них только что созданный экшен по одной фотографии. Если у меня было применено винетирование, я оставляю это в PSD файле, и все, что мне нужно будет сделать, просто перенести винетку на все последующие фотографии с таким же фоном. То же самое я проделываю и с другими фотографиями. То есть, я выбираю тему на досках. Раз, два, три, четыре. То есть, их очень много достаточно. И опять то же самое. То есть, сначала обрабатываю кожу, убираю шелушиночки, то есть, делаю коррекцию кожи. И только потом я делаю коррекцию цвета и тонировку. И на ткани. Вот у меня на серой ткани, да? И потом с родителями. И последняя серия – это макро. Попробуйте так работать. Это значительно сократит ваше время за компьютером, и вы будете работать гораздо эффективнее. Все. После того, как у меня фотографии все обработаны, вот они у меня все есть здесь, да? Родители мне их прислали, не хотят сделать книжку. То есть, мне нужно сверстать книгу. У меня есть темплиты, которые я сама сделала. Называются «Мои темплиты». Они очень интересно созданы. То есть, они есть один кадр в JPEG и один в PSD. Так как мой компьютер не показывает мне превью PSD, поэтому я создала файл JPEG, чтобы очень быстро и конкретно по делу ориентироваться в моих всех файлах. Видите? Итак, прежде чем приступить к верстке альбома, я открываю фотографии и посмотрю на снимки. Итак, я сразу вижу, что вот эти две фотографии, первая и вторая, можно поместить на один разворот. Кстати, многие родители сейчас стали просить сделать развороты без больших белых полей. То есть, чтобы фотографии было как можно больше, или фотографии были как можно больше, или чтобы было мало пустого места. Почему бы и нет? Не важно, что мне нравится один дизайн, родителям нравится другой. То есть, в первую очередь, мы продаем то, что нравится клиенту. Итак, давайте возьмем две фотографии. Раз и два. Я их открою в программе Photoshop. И теперь открою темплеты. Мои темплеты. И возьму темплеты. Вот он у меня. Две фотографии. Итак, на что я сразу обращу внимание. То есть, как расположить фотографии на темплете, чтобы они смотрелись красиво. Если у меня голова малыша повернута влево, то и фотографию, вот эта будет у меня, на левой стороне разворота книги. Если вы такую фотографию поставите в центр, то есть вот сюда, и голова будет упираться в корешок книжки, то есть в сам разворот, ощущения у зрителя будут не совсем правильные, что ли. То есть, будет ощущение, что малыш упирается в центр книжки. Хотя, опять же, это только мои наработки, это только мое мнение, только мое видение. То есть, если вы считаете, что у вас какое-то другое видение, вы хотите сделать по-другому, это наоборот здорово. То есть, мы все должны любить свою работу и то, что мы делаем. То есть, это видео и этот туториал именно о том, как делаю я. То есть, если вам нравится, вы можете скачать темплеты и попробовать на своих работах. Итак, я беру фотографию и вмещаю ее поверх файла. Видите, она у нас упала вниз. Мне нужно ее поместить именно вот в это окошечко. Что я делаю? Я иду в панель справа и помещаю фотографию над окошечком, над тем окошечком, в которое я хочу поместить снимок. Нажимаю Alt между слоем с фотографией и между слоем с этим окошечком. И фотография у меня оказывается внутри. И второй. Вмещу его наверх, вниз. И сразу его закрою. Все, что мне нужно теперь на этом развороте, я убираю обязательно синие линии, чтобы они не отвлекали, не мешали. Это линии, показывающие обрезку. Откадрировать снимки. Ctrl-T и кадрируем. Вторую фотографию. Итак, чем удобна программа Photoshop для верстки книги? Например, если бы у меня по цвету кожи малыша вот на этой фотографии, на этой немножко отличался, то в принципе расположились две фотографии на разворот, я спокойно могла сейчас подправить цвет кожи. Или, например, у меня была бы здесь корзиночка и темный угол, я могла бы добавить, убрать эту темное пятнышко. Если вдруг увидела, что что-то где-то я не добрала, то есть я могу здесь это подправить. К сожалению, такой возможности в других редакторах, которые родные редакторы для формирования альбомов, например, эту компанию, которую мы заказываем, этого не предусматривают. И Photoshop по сути является профессиональной программой для верстки книг. Итак, книжка. Видите, разворот у нас готов. Давайте я покажу, что было бы, если бы я поменяла местами фотографии. Я возьму Rotate на 180 градусов и фотография, которая у меня... Так, я здесь посмотрю. Вот этот стой. Я ее переверну, чтобы показать, почему фотография будет смотреться не так красиво, как, например, в варианте, когда голова малыша смотрит в край книги, а не во внутрь книги. И перевернем второй снимок на 180 градусов. Все. Смотрите. Если я сейчас верну полосы, вот эта полоса, формат книги 25 на 25, это сгиб книжки, то есть внутренний сгиб. То есть, представляете, вы открываете книгу, и у вас малыш фактически макушкой упирается в сгиб книжки. То есть, не совсем красиво. Если бы здесь малыш, например, смотрел на меня, то есть, это было бы кадр в бодейке или кадр сверху, то можно красиво, почему бы нет. Но именно, когда малыш лежит на одеялке или в каком-то реквизите, вот такой вариант не совсем визуально будет красиво смотреться. Если мы убираем все линии, да, смотрится красиво, но не забывайте, что книга – это не обычный лист 50 см. То есть, если 25 на 25, то это сейчас здесь 50 разворот, да, на 25. Это не будет обычный лист, она будет складываться. Учитывайте этот момент, когда собираете книгу. Итак, давайте посмотрим дальше. Например, нам нужно собрать разворот из трех фотографий. Давайте посмотрим на снимки. Какие три фотографии мы можем поставить на разворот. Вот они мне. Раз, два, три. Открываю. И давайте теперь откроем темплеты. Какой темплет подойдет именно под эти снимки? Как вы думаете? Мне кажется, вот этот будет очень красиво. Давайте его откроем. Готово. Я уберу сразу полосы и поставлю фотографии. Раз. Сразу закрываю, чтобы они не мешались. Два. Три. Теперь все, что мне нужно, это вот каждый снимок расположить над тем окошечком, в котором я планирую его увидеть на конечном результате. Нажимаем Alt. Видите, фотография сразу у нас попала в свое место. Опять же, Alt. Еще один снимочек. И последний. Готово. Теперь все, что мне нужно сделать, это уменьшить в размере до комфортного состояния. Видите, у меня малыш сейчас на правой стороне. То есть я опять не располагаю его внутрь, не располагаю головой его к корешку, к развороту книги. И последний. Готово. А вот такой разворот. Когда вы верстаете разворот книжки, смотрите, чтобы фотографии на вашем разворотере не спорили друг с другом. Что такое спорить? Например, когда у вас совершенно две разные позировки и они расположены на одном развороте книги. То есть зритель не сможет определиться, какая фотография красивая будет питаться от одной ко второй, от одной ко второй. То есть вот эти фотографии, они равнозначны, они примерно одинаково сняты в одном и том же реквизите, только здесь ручки поменены, здесь более близко снято. И здесь, например, малыш в шапочке. Можно поднять немножко фотографию. Избегайте сильно больших приближенных фотографий слева, потому что будет несоответствие масштабов. Мы дальше поговорим об этом. Самая, наверное, распространенная ошибка это формирование разворотов с макроснимками. Но мы об этом сейчас поговорим. Итак, разворот готов. Мы сделали разворот с тремя фотографиями. Давайте теперь попробуем сделать разворот с макроснимками. Я просто удалю две фотографии отсюда и достану два макроснимка, которые у меня есть в обработанных фотографиях. Раз, два. Я открою три, но покажу самые распространенные ошибки сначала. Итак, я отложу одну фотографию и возьму макрос. Сразу их отправим в нужное место. и сделаем ресайз. Вот у нас пальчики и вот у нас пальчики ножек и пальчики ручек. Готово. Теперь посмотрите на этот разворот, что у нас получилось визуально. У нас есть несоответствие масштаба. То есть малыш здесь маленький, и ручки, и ножки теоретически слева должны быть примерно такого же размера. Не создается ли у вас ощущение, что эти руки и ноги от какого-то гигантского ребенка? Вот это является именно самой распространенной ошибкой, когда вы собираете свой альбом. Посмотрите, насколько будет красивее смотреться, если я заменю снимок справа на соответствующий снимок по масштабу. Вот он у нас есть. И мы его отправим на место той фотографии. И немножко уменьшим. Подгоним под размер. Теперь посмотрите на вот этот разворот. У вас есть ощущение, что ручки и эти ножки они принадлежат к этому ребенку? Конечно, есть. Потому что у нас есть соответствие масштаба. Поэтому в следующий раз, когда вы будете собирать разворот с макроснимками, учитывайте такой момент. Если у вас нету разнообразных кадров, то есть вы не сняли что-то, то снимки макро могут быть как самостоятельный элемент. Вы можете просто на одном развороте поставить 4 макроснимка. Например, в ряд. Раз, два, три, четыре. Там ножки, пальчики, носик и губки. Но старайтесь избегать именно вот этого конфликта масштабов. Давайте теперь посмотрим вариант формирования разворота книги с одной фотографией. Когда это может произойти? Например, я сняла вот такой кадр. Малыш висит на веточке и кадр вертикальный. Снять большое количество ракурсов именно такой позировки практически невозможно. Сделать один кадр на разворот вертикальный снимок достаточно сложно. Да, его можно было здесь сделать горизонтальным. Но, например, не всегда у нас есть ветка хорошего размера. Или, например, не всегда у нас хватит фона. Поэтому в некоторых ситуациях у нас просто нет выхода, как снять вертикальный кадр. Но есть выход всегда. Давайте откроем темплиты и найдем темплит с двумя опять фотографиями. Вот он. Видите, самый первый, который мы использовали. Откроем его. Опять обращаем внимание, куда у меня смотрит голова. направо. Следовательно, большая фотография. Главное, у меня будет справа. Мне не нужно создавать еще один темплит. Все, что мне нужно, это сделать переворот уже существующего. Image. Image rotate на 180 градусов. Все. И все, что мне остается, мою фотографию поместить на темплит. Давайте ее опустим в окошечко, которое нам нужно. Вот она у нас. И продублируем фотографию и отправим на другое окошечко. Сдвинем ее сейчас, пусть она будет здесь. Сейчас поработаем с фотографией справа. Давайте сделаем ее портретом. То есть увеличим. Так. Можно зажать shift. Готово. Вот так. Уберем линию, чтобы они не мешали. И второй снимок наоборот уменьшим. То есть покажем пространство, покажем то, конкретно, что мы снимали. Поверьте, всем родителям нравятся фотографии, где малыш виден и он достаточно близко. Кстати, вот так. Я думаю, это по максимуму показывает. И вот здесь как раз заработает прелесть именно в сборке книги в фотошоп. Ну, дотянем края. Сильно я дотягивать, естественно, не буду, чтобы не потерять настоящность картинки. Готово. Теперь посмотрите. Вот у нас получился такой разворот. Можете малыша на этой фотографии чуть-чуть вниз опустить. Согласитесь, не создается впечатление, что была использована практически одна и та же картинка. То есть нет ощущения, что продублировалась картинка на одном развороте. Есть ощущение более близкого кадра и чуть дальше. Да, вы можете снять, подойти с камеры и физически снять ближе. Тогда вам нужно будет обрабатывать два кадра. Здесь мы приблизили не совсем много, поэтому потери качества в принципе не будет. пользуйтесь этим. Очень удобно. Также можно поступать с другими фотографиями. Например, такого плана. вот такого плана фотография. Здесь малыш достаточно быстро проснулся. Если у вас есть такая ситуация, то есть вы положили малыша, он быстро проснулся, вы не успели снять ракурсы, также попробуйте разместить одну и ту же фотографию, продублируя на разворот. Почему нельзя такую одну фотографию просто на разворот пустить? Потому что опять сгиб у нас пройдет по центру, по голове, что не есть красиво. Что мы сделаем с этим снимком? Давайте я покажу, как такую фотографию красиво положить в книгу. Вот она у меня внутри оказалась. Вот она у меня, малыш. Уменьшим немножко. Все, мне кажется, очень красиво. Продублирую. Хотя нужно было продублировать снимок до того, как я его уменьшила. Будет понятно сейчас. Готово. И вот он у меня. Вот у меня второй снимок. Вот он. И с этой фотографией мы поставим немножко по-другому. Мы увеличим. И немножко повернем. Готово. Очень красивый разворот получился. Можно немножко пониже. Можно еще. Сильно, близко делать не надо. Опять, чтобы не было у вас несоответствия масштаба. А так очень даже красиво. Если у вас есть желание, вы можете перевести один из снимок в черно-белый. Но вообще не советуется располагать на одном развороте цветные и черно-белые фотографии. Потому что одни будут перетягивать внимание больше на себя, чем другие. Ну, опять же, будет такой небольшой конфликт. Но я делаю так иногда. Мне нравится. Просто есть какие-то правила. Но правила нужно, как говорится, нарушать. Все. Разворот готов. Очень красиво получилось. Теперь, а как расположить одну фотографию на целый разворот? Например, какие фотографии красиво смотрятся просто на разворот? Например, вот такой снимок. Он достаточно самостоятельный. И, например, с какими-то другими фотографиями на разворот я бы его не ставила. Поэтому все, что я сделаю, я опять зайду в свои темплиты. Давайте. Темплит. И открою темплит на один разворот. То есть одна фотография на целый разворот. Поместила. Закрыла сразу снимок. Готово. Вот она у меня, фотографию. Убираю. Линии. Сейчас посмотрим, чтобы у меня... Да, вот видите, линия проходит сгиба по телу. То есть она не по голове у меня. Я могу немножко уменьшить фотографию. Но не совсем, потому что мне нужно будет дотянуть края, чтобы фотография красиво смотрела. Чтобы разворот смотрелся у нас не слишком зажатым сверху-снизу. Итак, стягиваю одну сторону. И вторую. Готово. Вот такие фотографии я обычно ставлю на один разворот. Очень красиво и ничего сложного. То есть кадр должен быть самостоятельным и образовательно обращать внимание на то, чтобы ваша линия не резала голову. То есть не была по центру. Давайте закроем. А теперь я покажу, как изменить темплит под себя. Потому что этот темплит, размер, который вы скачаете на размер книги, 25 на 25. Если вдруг вы захотели что-то поменять, кликайте на значок слоя, Ctrl-T, и уменьшаете, переносите, меняете, вертите. То есть делайте с этим, что хотите. Вы можете уменьшить, продублировать, сделать еще одно окошко. То есть в принципе для вас это как чистый лист. Можете что угодно сделать вот с этими окошками. Мне кажется, очень все понятно и доступно. Давайте теперь я вам покажу, как выглядит альбом. Альбом. Кстати, когда я сделала весь альбом, например, вот у меня готовый альбом, вот они все файлы собраны. Вот это можете увидеть. Вот они все-все-все-все готовы. То есть весь дизайн альбома сделанный. Я опять же собираю один файл по тому же принципу. То есть открываю Adobe Acrobat Pro и Combine Files and TPDF. Делать мы этого не будем, потому что я уже это сделала для вас, чтобы сэкономить время. Давайте откроем. И я покажу, как выглядит альбом. Все. Опять же видно, что у нас 16 разворотов. Это первый разворот. И я спокойно листаю вниз. Вот такой получился у нас альбомчик. Мне кажется, все очень понятно и, в принципе, вопросов возникать не должно. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии. Я с удовольствием на них отвечу. А по ссылке вы можете скачать файлы для работы в Photoshop, то есть мои темплеты. Если вам интересно, можете сами их изменить под себя, что-то добавить, сделать. Всем пока!